Создави меня, Господи, помилуй меня. Бесчиславица грешил, Господи, прости меня грешного и помилуй. Достойно есть я, кого истинно блажительство Богородицы, пресноблаженную и непорочную, Матерь Бога нашего, счастнейших и рвимы, славнейшего истинно терапии, безыстрения, Богослово Рожише Исущую, Богородицу Тебя величай. Слава совершенной Святому Духу, ины, и присты, и в веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Воскресе измеркою, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитву ради Пречистой Твоей Матери, Сына Честного, Вежеотворящего Христа, Святых Ангелов наших, Хранителей, и всех ради Сынки, помилуй. Спаси нас, яко благослови, и си человека люби самим. Царь Небесный, и будь негрешным, создавайте, Господи, помилуй меня. Беще славится, грешил, Господи, прости меня грешного, и помилуй. Царь Небесный, Утешитель Дух Истины, весь Десущий и весь мир наполняющий, источник благ и податель жизни, Приди и вселисть у нас, и очисти нас от всякой скверной, и спаси блаки и души наши. Святый Божий, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Ныне и всегда, и вовеки веков, аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наши, святые посети и исцели немощи нашей имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, 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 Слава Тебе, Боже. Аллилуйя, Аллилуйя, Слава Тебе, Боже. Аллилуйя, Аллилуйя, Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, спасти ли от сна, ты поднял меня, Господи, ум мой, просвети и сердце. И открой устало, и чтобы воспевать тебя, Святая Троица, свят, свят, свят ты, Боже, молитвами, Богородицы, помилуй нас. И ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Внезапно придет Судья, и деяния каждого обнаружатся со страхом, воскликнем в полночь. Свят, свят, свят ты, Боже, молитвами, Богородицы, помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Встав после сна, благодарю тебя, Святая Троица, что по великой твоей милости и долготерпению ты, Боже, не прогневался на меня лениво и грешно, и не прекратил жизни моей среди беззаконий моих, но оказал мне обычное твое человеколюбие и поднял меня спящего, чтобы принести тебе утреннюю молитву и прославить могущество твое. И ныне просвети мои мысли, чтобы мне поучаться слову твоему, уразумевать заповеди твои, исполнять волю твою. И открою ста мои, чтобы прославлять тебя в благодарном сердце, воспевать святейшее имя твоего Отца и Сына и Святого Духа, ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Придите поклонимся Царю нашему Богу. Придите поклонимся и припадем ко Христу, Царю нашему Богу. Придите поклонимся и припадем к самому Христу, Царю и Богу нашему. Психо. Психо. Субтитры предстоит. Психо. 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 Хвалите, рабы Господни, хвалите имя Господне, да будет имя Господне благословенно, отныне и вовек, от восхода солнца до запада, да будет прославляемо имя Господне. Высок над всеми народами Господь, над ними сами слава Его. То, как Господь Бог наш, Который обитая на высоте, преклоняется, чтобы презирать на небо и на землю, из праха поднимает бедного, из брения возвышает нищего, чтобы посадить его с князьями, с князьями народа Его. Неплодную вселяет в дом матерью, радующиеся дети. Аллилуйя. Когда вышел Израиль из Египта, дом Явкова, из народа иноплеменного, Иуда сделал со святынью Его, Израиль владением Его. Море увидело и побежало, и Ордан обратился назад. В горы прыгали, как овны, и холмы, как ангцы. Что с тобой, море, что ты побежала, и с тобой, Ордан, что ты обратился назад? Что вы прыгаете в горы, как овны, и вы холмы, как ангцы. Перед лицом Господа трепещи земля, перед лицом Бога Яковлева, превращающего скалу в озеро воды и камень в источники вод. Не нам, Господи, не нам, но имени Твоим дай славу, ради милости Твоей, ради истины Твоей. Для чего язычникам говорить, где же Бог их? Бог наш на небесах, творит все, что хочет, а их идолы серебро и золото, делоруб человеческих. Есть у них уста, но не говорят, есть у них глаза, но не видят, есть у них уши, но не слышат, есть у них ноздри, но не обоняют, есть у них руки, но не осязают, есть у них ноги, но не ходят, и они не издают голоса гортани в своей, подобные им, да будут делающие их, и все надеющиеся на них. Господь помнит нас, благословляет нас, благословляет дом Израилев, благословляет дом Ааронов, благословляет боящихся Господа, малых с великими, да привожит вам Господь более и более вам и детям вашим. Благословены вы Господом, сотворившим небо и землю, небо, небо Господу, а землю Он дал сынам человеческим. Не мертвые восхвалят Господа, не все нисходящие в могилу, но мы будем благословлять Господа отны и вовек. Аллилуйя. Я радуюсь, что Господь услышал голос мой, моление мое, преклонил ко мне ухо свое, и потому буду призывать его во все дни мои. Объяли меня болезни смертные, муки адские постигли меня, я встретил тесноту и скорбь. Тогда призвал я имя Господне, Господи, избавь душу мою, милости в Господь. И он помог мне. Возврати душа моя в покой твой, ибо Господь облагодетствовал тебя. Ты избавил души мою от смерти, очи мои от слез и ноги мои от крикновения. Буду ходить к лицам Господним на земле живых. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне, и пресно, и вовеки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Слава тебе, Боже. Аллилуйя, 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 Слава Тебе, Боже! Боже, очисти меня грешного, ибо я никогда не делал ничего доброго пред Тобой, избавь меня от зла, и пусть будет во мне Твоя воля. Дай мне, не подвергаясь осуждению, открыть мои недостойные уста и восхвалить Святое Имя Твое Отца и Сына и Святого Духа ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Встав от сна, я посреди ночи приношу Тебе песен Спаси, и преподая к стопам Твоим, и вызываю к Тебе, не дай мне уснуть в греховной смерти, но жаль, если надо мной я добровольно распявшийся, скоро подними меня, беспечно лежащего, и спаси меня, ставящего пред Тобою на молитве. И после сна ночного пошли мне ясный, безгреховный Дей Христи Божий, и спаси меня. Владыка человеколюбчив, встав после сна, я спешу к Тебе, и по милосердию Твоему принимаюсь за угодные Тебе дела, я молюсь Тебе. Помоги мне всегда и во всем избавь меня от всякого зла в мире, от дьявольского искушения, и спаси меня, видев Царство Твое вечное, ибо Ты мой Творец и источник и податель всякого блага. На Тебя вся моя надежда, и я возношу Тебе хвалу, ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Господи, по обильной Твоей благости и по великому Твоему велосердию, Ты дал мне работу и во прошедшее время этой ночи провести без напасти и всякого вражеского зла. Ты сам, Владыка, Творец всего сущего, достой мне, присвяти Твоей истины, с просвещенным сердцем исполняет Твою волю ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю Божьих сил бесплодных всякой плоти, на высотах небесных живущих, озирающих дула земные, наблюдающих сердца и помыслов, и ясноведующий тайны человеческие, безначальный, вечный и неизменный свет, который не оставляет затененного места на своем пути. Ты сам, Бессмертный Царь, прими моления наши, которые мы в настоящее время, надеясь на обилие сострадания, Твои утворим Тебя из нечистых уст. И прости нам прегрешения наши, совершенные нами делом, словом и мыслью, вольно и невольно. Не очисти нас от всякой нечистоты плоти и духа, и даруй нам с бодрствующим сердцем и трезвенную мыслью прожить всю ночь здешней земной жизни, в ожидании наступления светлого и славного дня, второго пришествия единородного Твоего Сына, Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, когда, общий судья, придется славу отдать каждому по делам Его. Да найдет Он нас не лежащими и сонными, но бодрствующими, и восставшими среди исполнения заповедей Его, и готовы войти с Ним в радость и божественный чертог славы Его. Не непрестанные голоса торжествующих и невыразимая радость видящих несказанную красоту лица Твоего. Ибо Ты – истинный свет, просвещающий, освящающий весь мир, и Тебя воспевает все творения в веки вечные. Аминь. Святый ангел, поставленный блести мою бедную душу и несчастную жизнь, не оставь меня грешного и не отступи от меня за невоздержанность мою. Не дай возможности злому демонам починить меня себе посредством этого смертного тела. Возьми крепко несчастную, опустившуюся мою руку, выведи меня на путь спасения. О, святой ангел, Божий хранитель, покровитель бедной моей души и тела, прости мне все, чем я оскорбил Тебя во все дни моей жизни, если чем согрешил в прошедшую ночь. Защити меня в настоящий день. И сохрани меня от всякого искушения вражеского, чтобы мне не прогневать Бога никаким грехом. И молись за меня ко Господу, чтобы Он утвердил меня в страхе своем и садил меня рабом достойном Своей милости. Аминь. Пресвятая Владычица моя Благородница, Святыми Твоими всесильными вольбами отгони от меня ничтожного и несчастного раба Твоего. Уныние, забвение, неразумие, нерадение, все скверные, лукавые, хульные помышления от несчастного моего сердца. И от помраченного ума моего не погаси пламень страстей моих, ибо я нищий слав. Не избавь меня от многих губительных воспоминаний, намерений. Освободи от всякого злого воздействия, ибо Ты благословена от всех родов, и Твое пречестное имя славится во веки веков. Аминь. Молите Бога о нас, святые угодники Божии. Игнатий, Владимир, Ольга, Анатолий, Андрей, Екатерина, Елена, Юрий, Надежда, Сергий, Янец. Ибо мы усердно к Вам прибегаем, как скорым помощником, молитвенником о душах наших. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою. Благословена Ты между женами, благословен плод чрева Твоего, ибо Ты родила спасителя душ наших. Паси, Господи, людей Твоих, благослови, принадлежащих Тебе, помогая православным христианам побеждать врагов, сохраняя силой креста Твоего, церковь Твою. Паси, Господи, помилуй от самого духовного, Игнатия, батюшку и Акима, родителей, братьев, сестер, родственников, начальников, благодетелей, всех близних моих и друзей всех православных христиан. Подай на Твои земные небесные блага, не лиши и милости Твоих. Посети их, укрепи силою Твои, дару им здравия и спасения души, ибо Ты благ и любишь людей. Аминь. Упокой, Господи, души усопших рабов Твоих. Родители и родственников, благодетели всех православных христиан, прости им все грехи вольные и невольные. Дару им Царствие небесное, со святыми упокой, Христе, души рабов Твоих, правоцев, отцов и братьев наших. Там, где нет ни болезни, ни печали, ни душевных страданий, но жизнь бесконечна. Воистину достойно прославлять Тебя, как Богородицу, всегда блаженную и пренепорочную Матерь Бога нашего. Мы величаем Тебя, как истинную Богородицу, родившую без болезни Бога Слово, достойную, большей почести, чем Херувима и сравненно славнейшую, нежели Серафиму. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу ныне и всегда, и во веки веков они. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молит ради Пречистой Твоей Матери, Преподобной Богоносных Отцов наших и всех святых. Помилуй нас. Аминь. Боже наш милостивый Небесный Отец, помилуй Сына моего Константина, за Которого я смиренно молю Тебя и Которого предаю на Твое попечение и защиту. Вложи в него крепкую веру, научи его благоговеть пред Тобою и достой его крепко любить Тебя, нашего Создателя и Спасителя. Направь его, Боже, на путь истинный и добра, чтобы он все делал во славу Твоего имени. Научи его благочестиво добродетельно жить, быть добрым христианином и полезным человеком. Дай ему здравия, душевный и телесный успех в трудах, избавь его от хитрых козних дьявол, многочисленных соблазнов, от скверных страстей, от всяких нечестивых и беспорядочных людей. Ради Твоего Сына, Господа нашего Иисуса Христа, по молитву нам Прочистой Матери всех святых. Приведи его к тихой пристани Твоего вечного Царства, чтобы он всегда вместе со всеми праведными и всегда благодарился единородным Твоим Сыном, уже творящим Твоим Духом. Аминь. Господи Боже наш, возри. На детей наших исполни их духом премудрости, разумом благочестия, просвети их светом Твоего богопознания, чтобы они скоро увозумели и узволили изучаемым предметом и употребили их на благо Твоей Церкви, на пользу ближним и во своё спасение, потому что Ты источник премудрости. Я Тебе славу возносим всегда, ныне и пресно и во веки веков. Аминь. Молитесь, Игнать Тихонович. Игнать Тихонович. Владимир. Игнать Тихонович, Иоанть Тихонович. И весь священнический и иночий скищин, и высшие вести служителей, миссионеров, христианам, язычникам, иллюдеям, мусульманам и буддийскам, и на таких сетях свободы для Господа. Смелее власти воинства, где страх на них и счастлив, собори благое церковь твоей Владимира, Дмитрия, Дамок, Рамзанова, Петра, Александра, Кардагена, Марсултаны. И даруй мир Израилу, России, Украине, Сирии, где война идет. Ключи нас поистине ценить это мирное время. Господи, сохрани их попел и детей Сирии, страдающих. Готовь землю к великим и грозным испытаниям, гребущим на всю вселенную. Слава, Боже наш. Ты жизнь нашу продлевую разум сохранил. Дай нам желание трудиться, обнаружить и умножить наши таланты, дарованные тобою. И для всего пошли нам добрых помощников, поставников, советников, сохранившихся от всякого рода зла и греха. Послали нас в селение наше от пожара, от корова, от нечистой силы, живущих там Андрея, Игоря, Игоря, Игоря Серафимова, Владимира Дайвера, Богославия, Людмила, Богославия, Алексея, Иосифов. Ты прежде добрых жителей, знающих и любящих уставы Твоей стати. Сохрани школу. Тихо, Татьяну, Наталью, Игорю, Марину, Никитой, Вщетой, Виктору, Сергею, Севастьяну, Людмилу, Валентину, Игорь, Шир, Педину, В общем, помоги всех. Катерину, Екатерину, Надежду, Наталью, Евгения, Роману, Михаила, Нину, Анну, Юрию, Сергею, Сергею, Александру, 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 Рахили и Езду, Катерину, Катерину, Долину и всех, с кем мы познакомились, с кем мы поселили слово истины Твоей. И возри, Господи, на ненависть и злобу врагов наших, и противи, не дай желаемого им исполнения их злых замыслов. И в судный день не помяни их безумия, а сни сердца Максима, Александра, Александра, Евгения, Виктора Сергея. Ты знаешь их, Господи. Благослови благодетели наших, Елену, Людмилу, Иоанну, Катьяну. Слава тебе, Наталья, 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 Слава тебе, Благослови благодетели, Господи, за здоровье и за болезни, за друзей и за врагов. Ибо, по Твоему благоволению, все это просто встать на пользу. Благослови благодетели, наш Спаситель, Господи, найди отступников, павших, Николая, Михаила, Александра, Юрия, Анастасия. Благослови благодетели, не дай погибнуть. Найди все наше родство, Екатерина, Ирина, Татьяна, Марту, Нину, Ольгу, Иоанну, 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 Катьяну. Аллилуйя. Господи, избави этого тяжкого слуга пьянца Павла, Михаила, Андрея, Владимира, Александра и Игоря. Господи, приди на помощь болящим, дай силу все перенести и пошли на селение Валерия, Иоанна, Кирилла, Татьяна, 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 Владимиру Надежду, Владимиру Владимировичу Валентину, Анну, Александру, Владимир Анастасию. Слава тебе, Боже, Боже, слава тебе. Сохрани это наше сокровище в интернете. И книги здесь и в пути. И всех помогающих, сохраняющих. Благослови Игоря Юлия, Димитрия Виктора, Сергея Сергея Андрея 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 Анастасия, Боже слава Димитрия. Всех знаю Господи. Обратите Махпея, Тимофея Мартина, Германа, Александра, Грионкина. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас, Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешным. Слава Тебя, наш Бог Егова, Алло, Отче, свят, свят, свят Господов, вся земля полна славы Его, Аллилуйя, слава Вышли Богу, на земле мир, человека в водоволении, Аллилуйя. Благодарю Тебя, Господи, за тот день, который дал мне веру в Тебя, это дневный дар в Бесху, страх пред Тобою и ожидание суда Божия. Благодарю, Господи, за тот день, который дал мне Святую Библию, указал на толкование святых отцов и на каноны церкви, как на истину, Аллилуйя. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Пресвятая Госпожа Богородица, Преснодева Мария, Матерь Христа Бога нашего, спаси нас молитвами своими, Аллилуйя. Господи, воздай добро всем, кто помогал вам в поездке, Павла, Зинаиду, Владимир Васильевичу, Дмитрию, Надену, Валентину, Екатерину, Богослови и Победу. Аллилуйя. Благодарю, Господи, Господи, живите в бедности. Будь благочестивым и довольным, никогда не роптать, никому не завидовать, довольствоваться и малым, быть во всем экономным. И каждому дару жилье Сергею Гавриилу, Аллилуйя. Аллилуйя. Благодарю, Бога, на святые пророки Божии, Илья и Висеинов, Моисей, Самуил, Арон, Ио, Ай, Ноя, Иосиф, Патриарх, Язрони, Емь, Амос, Ноум, Исаия, Иеремия, Варуха, Зеки, Иль, Оси, Ио, Иа, Иль, Агей, Сафония, Захария, Малахия, Давид, Напан, Данил, Отрек и пророк, Литвей, Авраам, Исааки, Ак, Да исполнен Господь Духом пророчествий Церковь Свою, дабы день прихода Твоего нашего шествия не досталось и готового, чтобы вечно отречить Господь с горящими светильниками истинной веры и сосудами, полными ли добрых дел, с отделанным в Духе Святом, с любовью, аллилуйя. Молите Бога о нас, святые ангелы, архангелы, хирургимы, серокимы, все небесные силы Христовы Божьи и предстоящие, святые апостолы, Петр и Павел, евангелисты, Матфеи и Марк, Матфеи и Иоанн. Молите Бога о нам, подарок Господь нам, жажду, исследовать Священное Писание, через которое мы днули жизнь вечную, а они свидетельствуют о Тебе, аллилуйя. Молите Бога о нас, святые мученики и мученицы, гнать рабовоносец, подукавцы, хирургимы, лосовка, смайдами, ян Андрей Старкирова, и родные мученицы. Климент Римский, Климент Антихриста, Климент Некомедийский, Георгий, Победоносец, Пантелеимон, сорок святых мучеников, царь Николай, святой царь Климейского, Владимир, Вениамин, Иосиф, Борис и Глеб. Молите Бога о нас, долг летит Господь народ свой, дабы никто не принял начертания зверья антихриста. И дары Господи, добрые дела, Анфиму, Вениамину, страши родителей за такое ложное воспитание. Аллилуйя. Молите Бога о нас, святые отцы, Василий Великий, Григорий Богослов, Ян Заталус, Табанасий Великий, Ихрен Сирин, Антоний, Макарик, Макарик, Антоний, Феодосик, Кабирий, Ио, Сергий Радон, Сетипан Ферси, Сиротим, Сарабин, Сарум, Сьян, Табон, Сьян, Табон, Сьян, Штат, Сьян, Шанхай, Кирилл и Мико. И все перевозчики священного писания, Молите Бога о нас, да укрепит нас Господь, очистит и сохранит святой православной вере. А замысля тихо прозрушки развеет, Ничто преврати. Аллилуйя. Молите Бога о нас, святые жены и девы, Фёпка, первомущие, Сапатина, Самарянина, Феорония, Век, Надежда, Любовь, Господи, Наталья, Адриан, Варвара, Екатерина, Перепетую, Татьяна, Ирина, Ольга, Елена, Нина, Мария, Магдалина, Мария, Египетская, Тришкила и Акила, Андроник и Юлия, Екатерина и Устина. Молите Бога о нас, да даруй Господь послушание и молчание, Саломудрие и стыдливость, Женам и девам, и сохраних от всяческого поругания. Исправь не покорилась Галина, семейство ее людей, Надежда, Надежда, Супана, Мария, Екатерина, 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 Екатерина. Людмилы и Анны, и прими нашу молитву, Господи, воздяне, как жертву вечернюю, благолухание, приятное перед Престолом, благодатью Твоей, Божий всемогущий. Мы умоляем Тебя, соедини нашу молитву с молитвами всех святых Твоих, молящихся на небе и на земле. Божий всемогущий и дивный, услыши и исполни молитву всех, молящихся о нас во благо нам. Любящий наш Отец Небесный, прими нашу молитву о всех, заповедавших нам молиться о них. Спаси их, Господи, и помилуй. Аллилуйя, говори, Господи, молодыха, слушай и дослыши тарак Твой. Аллилуйя, говори, Господи. Аллилуйя, говори, Господи, молодыха, живота мою, дух праздности, уныния, любоначалья, празднословия, сребролюбия не дать. Боже, целомудрия, смиренно мудрия, те в пене любви даруй мне рабу Твоему. Ей, Господи, Царю, даруй мне зреть моя прегрешение. Я живе, слава тебе, брата моего, якоблазоповен, если во веки веков. Аминь. Боже, очи себя грешен, и помилуй меня. Господи, прости мои согрешения, вольные и невольные, в уме их помышлений, в воде и в ночи. И во все дни жизни нашей, ибо ты благ, и человека любясь. Аллилуйя. Будь милостью ко мне грешен, Господи. Спаси и помилуй благодатью Твою. Благодарю Тебя, Владыка, за слепые милости и щедро, и явленные посередине. И мне числа. Аллилуйя. Слава Тебе, Господи, за обильные благословения Твои. Слава Тебе, Господи. Посетив, страдающих, плененных, пытаемых детей, припаснули с земли. Благодарю. Дай им Сину укрепиться, и не отрежься от Тебя, Господи. Аллилуйя. Слава Тебе, всемогущая Троица. Аминь. Господи, Владыка, живота моего, дух празднусь. Ныне любо начале празднословия сребролюбия. Не дай жми, душа целомудрия, смиренно мудрия. Терпение любви, дарь не работай ему. Дей, Господи, Царю, даруй на веки, моя прегрешение. Ежене осознати брата моего. Я, кто благословен, есть и во веки веков. Аминь. Доброе утро всем. Доброе утро. Доброе утро. Ну там вчера считали на молитвы. Разные. И о детях. И остановились, кажется, на молитве о дневудиях. Как молиться? Я выслал Сергея Павловича. Пусть он посмотрит там. А если нету, значит, придется считать. Но лучше, чтобы он считал. Не торопясь, внимательно. Об этом еще писал Александр Сергеевич Грибоедов. Считай не так, как Панамарь, а с чувством, с толком, с расстановкой. А это прочитали мы о детях. Там дальше я красный показал. Молитву от него выделим. Пойди. Дальше прокручиваем. Сейчас по... Шрифт сделаю. Погромче. Это у нас было? Сейчас, сейчас я... Я это... Конечно, мы не отрицаем, что молитесь, говорит, открывайте свои желания перед Богом, своими словами. Ну, вот я много посещал собраний баптистов. А они также стандартные молитвы, завученные. Сильно-то не разбежишься, как и песню петь. Или она заранее составлена, за ценой не постоим. Или так сходу, как казах. Вот молитва билудея. Как молиться о них? Боже, ты осуществляешь все, что в себе помыслишь и изречешь. Ты осуществил угрозы иудеям, и по слову Твоему оставил их дом пустым. А их самих рассеял по всем народам земным. Ибо отцы их, как злые виноградари, избили пророков Твоих, распяли на кресте Сына Твоего Единородного, побивали камнями апостолов, и горькой смертью умертвили многих святых и праведных. И до ныне они, как сыны противления, ходят по свету, словно движимые хлыстом проклятия, противясь Евангелию Мессии и Спасителя мира. Все, как предсказал о них Твой великий апостол Павел. Своим противлением истине они служат укреплению ревности у верных Твоих, Христе, что им самим еще дано увидеть. Не дано. Не дано увидеть. Но, Господи, исполни ныне слово апостола Твоего, который прорек, что в последние времена спадет пелена с глаз Израиля, и Ты отвратишь нечестие от Иакова. Не пришло ли время, когда Ты скинешь покров сочей сынов Израилевых, и те прозрят и станут видеть, как должно, и познают Тебя, как света святов и судьи праведного. Вспомни, Господи, праведность тех отцов их, которые были верны Тебе, провидя духом пришествие Твое, и умирая с надеждой увидеть лик Твой. По молитвам святых Твоих пророков и праведников ветхозаветных, ускорь, Господи, просвещение и обращение народа Иаковлева, дабы и сей народ, сдружившись с крещенными народами, прославил Тебя, единого истинного Мессию и Спасителя мира, воскресшего и воскрешающего мертвых, со Отцом и Духом Твоим Святым во веки веков. Аминь. Молитва о мусульманах Един Ты, Боже, и нет другого Бога, кроме Тебя. Так говорим мы, христиане, так говорят и мусульмане. Но мусульмане дошли до полпути и закрыли врата пред Собою. Закрыли врата пред Святой Истиной, что Ты, Боже, троичен в единстве Твоего духовного бытия. И закрыли врата пред свидетельством о Твоем посещении мира через воплощенную премудрость Твою, как и пред свидетельством о любви Твоей к людям, предсказанной на кресте. Показанной. Показанной на кресте. Насколько месяц высок над землей, настолько Ислам выше и дало поклонство. Но месяц не имеет света в себе, а светит отраженным светом солнца. Так и Ислам в том, что имеет светлого в себе, заимствовал от истины явленной миру Сыном Твоим Иисусом Христом. Ты хотел, Боже, по благости Своей, чтобы человек был не раб, а сын Тебе, и чтобы он, как сын, учился божественным тайнам бытия Твоего и любви Твоей. Исламский, в кавычках, пророк, превратил рабов каменных идолов в рабов единого Бога. А сын Твой Иисус Христос соделал рабов сынами Твоими. Три светлые, Боже наш, смилуйся над всеми народами магометанскими, ибо и они верят в милость Твою. Довольно жили они, как рабы пред Тобой, соделай ныне их сынами Твоими. Подвигни их Духом Твоим Святым, допознают и узрят во Христе Спасителя Своего. Отвори врата, закрытые на полпути, и увидят, и да увидят небо, отверстое Христом, и на небе Отца Своего Небесного. Дабы многие миллионы душ мусульманских со многими миллионами душ христианских соединились в мысли о Тебе, в любви к Тебе и в прославлении Тебя, единого живого Бога в троичном свете, по молитвам всех святых, которые от древних времен и до ныне перешли из ислама в христианство, и которые Тебя сейчас славят на небесах, в хоре Твоих ангелов и святых. Аминь. Молитва о русском народе. Всемудрый Божий, чьи суды непостижимы и пути неисповедимы, милостиво внемли и услышь молитву нашу за Твой русский православный народ. Тяжкие муки попустил Ты на самого верного слугу Твоего, как были попущены муки на первых апостолов Твоих, на пророков и праведников. Весь обнаженный и израненный брошен слуга Твой нагноище, как некогда праведный Иов, чтобы сатана над ним смеялся, а соседи поносили. Тяжко сия мука, а человек слаб. Ублажи, Господи, воздвигни слугу Твоего и исцели его раны. Знаем, Господи Божий наш, что по слову премудрому промыслу Ты попускаешь страдания на избранных своих, чтобы они, как золото в огне, очистились огнем страдания от всего земного и ярко засияли. Но не допусти, Боже, милости и любви, чтобы сатана долго смеялся, а лицемеры долго поносили Твой крестоносный народ русский. Знаем, что попускаешь беды святейшим душам ради их большей славы, а грешным и подлым нас страх и трепет. Знаем, Христе, что и Твое славное воскресенье произошло после поругания крестных мук и смерти. Посему мы в свете Твоего страдания смотрим на мрак русского страдания и ожидаем увидеть его воскресшую славу. Как для расслабленного у Февезды не было человека, который бы ему помог, пока не пришел Ты, так ныне для великого русского народа во всем мире нет человека, который мог бы помочь ему без Тебя, Боже наш, и Спасителю наш. Благой Господь, не откладывая помощь Твою, ибо Ты скор в помощи, не отложи и не откажи, но подобно милостивому самарянину повернись к народу русскому, который пострадал от разбойников и весь избит простри к нему руку, залечи его раны и верни ему здоровье, силу и славу, дабы сей наивернейший слуга Твой в будущем еще больше прославил Тебя, чем славил в прошлом Тебя, Спасителя Своего, со Отцом и Духом Святым во веки веков. Аминь. Молитва о китайском народе Всевидящий Боже, Солнце, Солнц, Который своим взором обнимает все сотворение на небе и на земле. Ты один знаешь число воинства ангельского, как и число муравьев в песке, птиц в воздухе и рыб в воде. Молим Тебя, и излей свою милость на китайский народ, самый многолюдный народ Твой на земле. Господи, Ты дал народу китайскому великую жизненную мудрость, чтобы они знали, как возделывать землю, вести торговлю, покоряться властям, почитать родителей, заботиться о своем доме и любить во всем порядок. Но эта мудрость ведет человека только до гроба, который недалеко отстоит от всякого смертного. Не достает народу китайскому той вечной Твоей мудрости, Господи, которая воплотилась на земле в Твоем единородном Сыне, которая ведет душу за гробом и выводит ее в Царствие Небесное. Творец благой, любовь беспредельная, разве может Твоя любовь иметь границу, не распространяясь на многие миллионы Твоего великого китайского народа? Нет, нисколько, но Ты своим чудесным промыслом определил время, в которое китайский народ придет и поклонится Кресту Христову и примет в себя причистую кровь Христову и силу Духа Твоего Святого. Ускорь наступление этого времени, многомилостивый. Помоги миссионерам Креста и воскресенье в земле китайской. Отвори врата благодати Твоей для Китая вопреки грехам нашим, дабы и земля желтых людей зазвучала песнями-восклицаниями из бесчисленных уст. Рождество Твое, Христе Боже наш, и Христос воскрес из мертвых. Троица Пресвятая, саделай так по молитвам всех апостолов и евангелистов. Да будет так! Аминь. Молитва о японском народе. Вечный Божий и Творец небесных и земных народов. И же все животворишь своей волею и все обнимаешь своей милостью. Отвори душу Твоего японского народа, дабы мог он принять радостную весть Сына Твоего и Господа нашего Иисуса Христа. Народ великий и могучий народ сильной воли и готовый на жертву, как мало кто из других народов. Почему такой народ остается в неведении истины и через девятнадцать столетий после того, как засияла звезда над Вифлеемом и зазвучала песня ангельская над яслями Сына Твоего возвестителя и воплотителя вечной и святой истины. Япония Твоя Господи уже знает о существовании духовного мира, знает о духов своих предков, но не знает о Тебе, который есть Божий духов и всякой плоти. Воздвигают храмы предкам своим, о Тебе, Творцу предков их не воздвигают святилища, приносят жертвы твари, а не приносят их Творцу. Скорбит душа наша о Христе, что такой народ еще не знает благовестия о Твоем посещении народа человеческого, не знает о жертве Твоей, о любви Твоей и о воскресении Твоем. В земле восходящего солнца солнце еще не взошло. Ты, кто Савла обратил в Павла одним явлением Твоим на пути в Дамаск, обрати землю восходящего солнца в землю взошедшего солнца чудесную силою Твоею, которая от вечности преизобильна. Исповедуем и признаем Господи, что земля японская еще не крещена из-за грехов наших. Великие грехи христиан затворяли и затворяют путь великому Твоему народу японскому в царство Твоего света и жизни. И по молитвам святых Кирилла и Мефодия поспеши Христе и спаси народ японский, для которого ты и до ныне остаешься неизвестным промыслителем и дородателем. Да будет и в японской земле раздаваться всенародное словословие Богу единому, живому, всемогущему, троичному единству и вовек века аминь. Игна Тихонович, кто автор этих молитв спрашивает? Господь. Все понятно. Спаси Христос хорошую молитву. А там прокрути до конца может кто-то заметит, что по-английски в Америке будут прокрути. Кто может прочитать? Читайте вслух, хотя пойду молитву. нет знающих английский тут. А ну прокрути дальше далеко они идут по-английски, нет? Прокрути, посмотри. Если кто есть у нас из Америки, они будут искать это потом. Прокручивай быстро так, чтобы видно было. все. Все. Слава Христу. Ну что, еще время есть сегодня или нет? Про Библию же мы читали. Про Библию. Ну да. У нас огромное огромное поле. я вспоминаю вел автопрограмму на радиостанции РОСА называлась Барнауле. Ну а кроме этой радиостанции еще была одна у меня онлайн. То есть часовая воскресенье прямого эфира. Прямо сразу как говоришь и она одновременно и уходила. но патриархия восстала. Написали статью какой-то ветеран войны Носов фамилия. Она эта статья есть здесь в книге для слова Божия нет уз. Включаю утром радио Латкин говорит а радио такой точки были. Включаю вечером опять Латкин что такое что ему дают времени больше всем депутатам всем ропот был. Этим моментом а может быть другим еще патриархийно воспользовались. Они видимо знают или пришли или пригласили начальник радиостанции здесь передающий АРСА Илья Николаевич как отец Владимира Ильича Ульянова и поставили условия чтобы я имел благословение от епископа Антония Мастеньевича Я говорю а какое на отношение это имеет? Ну вот так поставили условия видимо в то время мода пошла на православие начальствующие над ними никак но им то как то надо популярность была огромная у передачи народ звонил один раз только после передачи я ответил на 36 вопросов по телефону но им то надо как то ответить почему передачи не стали а он только перед этим меня спросил и говорит у вас еще какие то темы есть а темы темы большие были разные я еще 136 заготовок это 136 раз выйти в эфир но если эта передача была только воскресная но это на несколько лет но они там как то делали так что можно было в другое время у меня треверная программа была составитель такая одна сохранилась она есть такая и они отвечают уладкина все темы кончились и поэтому ну и все больше не будет ну солгали я с ним потом и говорю Гринько его фамилия Гринько Илья Николаевич Ань все радиостанции у меня дома были обедали я им Библию подарил хорошее хорошее отношение было в один день сразу все и кто патриархия вот они сейчас друг друга поедают поедом от Владимира там еще захватили Головина как я все удивляюсь как они вокруг меня столько у них работает по другому не назовешь свистопляска а вот так нападать вот такое с патриархом с епископом не было только мне известно что книги мои отдельно занимался дворцем главный стектовед Александр Леонидович и выступал несколько раз я только знаю принесли мне записи его и он меня псевдоправославным там лжеправославным ну и псевдопроповедник но его тоже обязательно кто-то остекал которые там люди и он сразу пятался вот что удивительное устекал мне кто-то это даже сказать когда он будет плавать тут офисус спасибо христиан аллилуйя когда были вот здесь в Барнауле собрали силовые структуры ну а силовые структуры это что это полиция тогда милиция была армия КГБ и в епархии местной Барнаульской у них было так ну и кто-то там вот сунул этот вопрос кто-то видимо из администрации краевой у нас хорошие отношения были при этом губернаторе моя близкая знакомая была зав. кафедры теологии в Алтайском государственном университете Валабоева Марина Маратовна очень хорошая женщина она у нас была здесь в общине и вот это они передали ну Дворкин сразу начал как у него стандартный шаблон ни таланта нету ни любви ничего нету его держат и он сразу брякнул Аллаткин все православные ну что можно сказать епархии при всем народе и в это время встал мне так передают майор из КГБ я уж не буду называть фамилию потому что не сам я там был а передали мне но такие как у тебя кого называл впереди официальные лица они говорят встал говорит представитель КГБ и сказал а он еще стоит Дворкин да он ему как бы говорит а мы Лапкина уважаем у него за пазухой камней нет он всегда говорит и обличает и критикует открыто ни одной бумаги без подписи своей без обратного адреса телефона нигде и он сразу мгновенно слинял как говорится это у него качество такое я скажу что оно не отрицательное он не стал упираться это много Кузнецкой он был а там сидел наш Михаил Михайлович Кальмаев ну и вопрос кто подкинул я не знаю а может быть он сам и он сразу начал молотить псевдоправославный лжеправославный а тогда он встал Михаил Кальмаев и говорит да вы же его не знаете Лапкина а совсем не так у него прекрасное отношение тогда еще в митрополе не было с епископом на машине вместе с ним разъезжаем Антоний у меня дома обедает епископ ну просто прекрасное отношение и он опять ну я тогда не знаю это мне говорили так вроде это Дворкин попятился так мои книги я знаю только передали на Диме работают только то что и мне сообщили оттуда Кемеровская Новокузнецкая Тульская епархии сенсорские отделы и затребовали или послали или просили теперь не знаю как в Одесский монастырь почему-то там было одно время резиденция у патриарха то ли ожидал это отдыхал там он или еще Алексей первый был когда ну а потом говорят там участие профессор принимал затребовали или попросили тоже не знаю по-чаевски Киево-Печерская лавра Киево-Почаевская лавра это уже центр православия мои книги все затребованы были проверять ну и прошло 15 лет и ни слова нету а они они конечно учитывать то как нападают которые главные это Горкин Новопашин отец Александр а я батюшку спросил отца Акима а ты Новопашина знаешь Новосибирская там ну почему не знать мы в семинаре вместе учились с ним я не знаю что я все отношу к тому что великая и священная милость Божия и молитвы друзей меня они нигде не вызывали на суд ни разу и нигде не выступили вот одна небольшая статейка была от Масейдища ну повод-то я дал им как Андрей Кураев говорит если бы Игнатий не трогал этих епископов священников ему было отношение совершенно другое по его материалам но он их не дает им покоиться но и вот здесь как раз получилось что точно так же вылез один и нашелся человек с большим званием знанием и он сразу дал обратный ход мы вопрос задали почему Лапкина они на арену не вытащат почему он монашество отрицает и мощи не признает это все неправда я признаю и и монашество и то другое только не в том виде мощи почитать это защитных почтения к мощам захоронить изъять и похоронить захоронить в самом почетном месте с песнопением и с патриархом ну и монашество я признаю монашество это хорошо но только чтобы они не сидели там ашли и благовествовали великую радость о воскрешенх христе несли в мире это я в тот монастырь написал где Лондон бывший Михаил Жар форпост фильм о них я все это попутно говорю до меня они никак нельзя сказать не дотянутся или что тем более сейчас вот тут столько там выступил этот шахматов Алексей и другие там сейчас какой-то Владимир ну такие люди которых я даже и не знаю не встречался и они сейчас громят там подряд и Дворкина как сатану такими словами называют и Новопашина а у меня личной встречи ни с кем не было когда Дворкин тут был и ему дали слово или пригласили не знаю тоже Болтайский государственный университет в актовом зале было объявление туда наши пошли это мне уже все рассказывает Дубунов там был Игорь Владимирович ну и кто-то ему задал там вопрос про Лапкина как он сразу у него под языком шпаргалка абсолютно православный лжепроповедник за свои слова вообще не отвечает ну и что сказать ему кто-то что-то сказал я уже не знаю но передали приглашение в Алтайский государственный технический университет там 21 тысяча студентов приглашение от меня было ему он отказался и пришел отличные встречи а некой Герман Стерликов также был здесь ему предложили встретиться со мной ни под каким видом никак а одни их спросили почему говорит у Лапкина личных вещи нет а другой отвечает а что они самоубийцы что ли ну они же понимают что кранты им здесь вот так уже пишут говорят так кирдыкин потому что я же буду спрашивать еще не доказать буду просто спрашивать почему монахи не идут на пропоть когда Господь сказал идите проповедуйте Евангелие вопрос один с каких пор это стало так что епископат должен быть только не женатый когда женатые апостолы были и Петр ну то есть это простые вопросы могли задавать но и через них не перепрыгнуть они даже будут если аудитория это будет немалая должны будут согласиться что они изверги рода человечества что они предатели отступники иуды они разрушили все что Господь построил и делаясь по своему то есть из каждого можно состряпать великого инквизитора и когда говорят Христос то этот великий инквизитор зачем ты пришел мы царствуем без тебя так и они это я это попутно все говорю встречи от меня Бог милует пока ну не знаю думаю в этой сумятице сейчас с Владимиром что патриарх утвердил с этим Томасом Украина пошла не туда и у них сегодня не самые счастливые времена а моих выступлений открытых нету обо мне очень прекрасные два раза в разных передачах были заданы Владимиру отцу Владимиру Гамьян всегда будет священником Головину я такую прекрасную характеристику дал вроде даже он у меня ученик себя назвал я тоже учусь у него и пойду потеряю я никаким себя не считаю учителем ну Бог его так расположил он видимо говорит о моих видеоканале там так понятно о чем и вот я к тому говорю что молитесь обо мне потому что ну какое они все моложе меня на кого нападали вот 10 июня это тут осталось два месяца мне будет ровно 80 о чем пишет пророк Давид слава первых лет жизни человеческой 70 при большей крепости 80 то есть я вычерпал все еще нету по мужскому населению в нашей природе неизвестно никого кто бы жил больше 80 лет но это норма Богом указанная а я живу мне осталось два месяца вот если Богу угодно Господь продлит то я буду живой дышать еще а Бог его знает и поэтому вот это сейчас катаваси это затеяно ими против ну Ткачев сразу говорится назад и в стель зашел сразу начало святых говорить его сильно упрекали там дворки ну это уже все Степаненко Максим разнес пух и прах как щепки в половоде как я писал в стихотворении он не просто стал говорить о системе самой пожирающей друг друга своих же вот такое дело так что когда молитесь я очень прошу не забывайте у меня врагов много на днях то есть позавчера у меня тут что-то не заладилось в интернете и оно какое-то как-то сдвинуло меня и вдруг выбрасывают 1500 с лишним человек которых заблокировало или как сказать в тень отвела сама система где меня матерят ругают и и проще ну я начал молотить сотни и две посмотрел ну и везде заблокируют заблокируют так что у меня уже на сегодняшний день заблокировано недругов примерно ну почти что 9 тысяч вы мне в интернете найдите хотя бы одного человека у которого ну не 9 человек не 90 не 900 а 9 тысяч буквально сожрать меня готовы известно уже что платят деньги специально ничем больше не занимаются вот там выступает такой-то там на Украине Житомире там такой-то не хочу называть их даже вот и они уже составили примерно против меня в интернете 220 роликов это против Путина и патриарха и всех епископов вместе взятых нету такой оголтелой компании и они ничего и они понимают что ничего нельзя сделать и они вот чтобы меня заблокировали взламывают и уже не скрываются выходят священники этим занимаются патриаршие и нас туда звать не надо там для нас смерть я попутнул то что сейчас есть и то что мы ведем вот это выставляем а они все смотрят вот они смотрят там в Почаеве сидят там профессор какой-то не знаю но еще не найдут мы говорим мы за них мы молимся за патриарха а уж про местного мастерполита и говорить не надо отец родной интересно мне на днях были упреки очень сильные от людей которые к нам расположены я вас уважал а сейчас даже не знаю как к вам относиться вроде я предатель такой я говорю а в чем дело то да вы Путина поддерживаете Путина поддерживаете да он еще Брежнев что ли его не надо поддерживать он сам ходит а как его поддерживают так вы молитесь за него это повеление Божие молитесь за царей то есть во врага делаются ни за что наоборот бы сказали что я там написано чтобы жить проводить тихую без мятеж без мятежа это небеспечно без мятежа мятеж это революция Майдан я об этом молюсь значит а другой то мы думали увы тут наша ограда такая патриархия ну там просто ненавидят и патриарха и все оказалось что вы местного митрополита отцом разным называете этого Сергия Иванников да как же так да вы ну вроде я опоганился но я еще должен был сказать что митрополит плохой ради отношения вашего ко мне это не будет в соответствии действительности ну вот 3 февраля 2019 года воскресенье этот митрополит был где-то он далеко далеко считай не на Белоруссии где-то и он прилетел сюда как раз к воскресенью 3 февраля у нас у батюшки памятная дата 40 лет ровно 40 лет как ну день в день как он рукоположен в открыть свитера с мященником и был здесь митрополит у нас впервые здесь в Хрестовозиженской общине города Барнавула со смященником там ну обслуга какая была диакон и прочее и батюшку наградил как у них такая награда есть крест с украшениями называется какие украшения кровавого креста кровь креста ну так принято и он тут же во время богослужения объявил что беспорочное такое служение батюшки снял у себя с шеи этот крест наградами митрополит и надел на батюшку это все заснято я не знаю такие кадры еще где-то есть или нет чтобы награждал и снимал с себя крест ну ясно что отношения наши хорошие потом он пошел сюда где я сижу другой дом где я вот обитаю откуда говорю сейчас и он тут побыл все заснято я должен теперь говорить что митрополит не такой да вот он там одобряет эти браки что он там делает по епископскому делу это он сам на себя ответит тем более я на эту тему уже много раз говорил народно русская народная линия запросили когда обо мне ответит его мнение как-то разное мнение он такой дал характеристику что я бы и сам о себе так не сказал вот это кто не знает скажет а что такое да зайдите на наш этот мой мир и там первые самые все эти документы показаны это я все попутно говорю к тому чтобы молились чтобы они меня не слопали а есть такая поговорка они бы его съели как бы не был такой колючий и вонючий вот такое дело молимся и Господь слышит молитву отношения очень хорошие такие не бывают да тем более это на фоне того какой был до этого епископ как один священник сказал ни одного епархиального собрания нету чтобы вами не начали и вами не кончили а тут на днях наш один человек близкий на 100% доверенный был там где-то в семинаре и там какой-то урок был он говорит а я за дверями стоял рядом и слышу он им разгром дает кто там сидят перед ним преподаватели я не знаю уже кто там был ну главное что митрополит говорит почему вы не идете не проповедуете в мир не раздаете Евангелие так как Лапкин Игнатий Тихонович то есть он в пример ему ставит это вообще не видано а объявление наше о лагере два года назад прямо было под колокольни в храм входить последняя дверь уже и висело на дверях входить в резиденцию митрополита вещь неслыханная все лето правда никто и не позвонил не пришел но оно было там поэтому наши отношения с местным митрополитом чисто евангельские отеческие заботливые он нас охраняет и освещает когда нас спрашивают так что больше ни один человек не спрашивает всегда с улыбкой а теперь уже начали придумывать что он вас боится вроде меня он боится но это говорит что мы отношения только это же лицемерие но вы на глаза посмотрите на его когда он говорит когда мы встречаемся как он обнимает как целует и зачем ему это нужно я перед ним стою там клоп какой-то мошкара это любовь а в Петеряйске сколько раз было мы не считали даже приезжает с хористами с семинаристами это все лицемерие ну то есть те которые так говорят они не верят что будет суд Божий но мы сейчас расстаемся во славу Божию смотрите я все еще в рулетке в рулетке то есть через неделю примерно у нас будет уже составлено ролик то что я тут в рулетке примерно 300 роликов уже приближаются к этому разные люди вчера один такой случай был а там мелькает кадр ну и мелькает какая-то маска что-то надета на голове чтобы его не узнали только на металл бежон маску у себя хватил и срывает ее в сторону Игнатий Тихонович как вы тут я вас давно смотрю по интернету и с траверами разговаривает сегодня я ролик беседы с ним выставил уже или завтра он будет надо посмотреть главное может быть сегодня тоже вот как Бог это делает это рулетка вместо двойник Содома и Гамудры по другому не называть и уже сколько людей таких нашли один баптист из Америки оказался здесь как он я ему говорить я не могу ничего сказать он буквально захлебывается радостью что а мы когда-то были знакомы близко с его отцом он из Барнаула и вдруг один раз его привели в отмечатую летку и он меня тут увидал так вы здесь уже проповедуете ой-ой-ой то есть ну действительно проповедую уже 70 дней нахожусь здесь со смерти 20 января умер Сергей Георгиевич Козлов ну и вот я здесь ну что считай 20 февраля месяц 20 марта 2 ну и здесь уже 10-15 уже 2,5 месяца я здесь как говорят нахожусь ошиваюсь вот ну и все на этом до свидания кто тут был спаси Христос спаси Христос спаси Христос спаси Христос вот это молодцы и разбежались ну вот слава Божия христос вот 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 вот